Ну да, кто-то выходит в цепях, рассказывая о том, как плохо, как у нулых живется в определенных кварталах, определенных городов, определенной страны, на самом это так. Ну и, когда боец выходит угрюмой, это тоже не очень хорошо смотрится. Иногда нужно показывать определенное шоу, которое нравится зрителям. Ну, тем паче, что здесь, я имею в виду, в Соединенных Штатах, Микс Файт, это уже давно индустрия. Индустрия и ждут не просто красивого поединка, уже хочется чего-то побольше, что продолжение шоу до и шоу после, ну, главное, чтобы не шоу вниз-то. Так начинается бой. Бойцам не терпится ступить схватку. Ну и здесь, теперь надо бойцам попросту не мешать. Повнимать не с ногами, конечно. Смелый сразу пошел в размен. Орловский, он как раз себя в бою чувствует уверенно, если атакует. Ну, гуки-то длиннее. Мне кажется, Хорилланд не ожидал такой прыгин от Орловского. Очень быстро, хорошая сейчас серия в исполнении белорусского бойца. Ну, а Сергей его потихонечку подтаптывает, может быть, за счет позиции, прижимает. Вот левую-то руку Андрей зря опускает. Здесь, может быть, прилететь. Ну, посмотрим. Здесь клинч и работа на коротке, но, в моем взгляд, Сергей чуть более выгодная. Единственное, что под колени так подставляться-то не надо. Особенно человек с опытом Орловского, у которого всегда есть в запасе пара-тройка ударов, которые могут, если не послать нокаут, то повергнуть на настил восьмиугольника. Ну, Сергей, судя по всему, какое-то количество ударов уже на себя принял, мы с вами это видели. И сейчас, ну что, выжидает, может быть, выбирает себе дистанцию. Да, Сергей, видимо, избрал другую тактику. Он сейчас прицеливается, смотрит, на что способен Орловский. Ну, смотрит, куда пропускает Орловский. Левый сейчас в челюсть так аккуратно, в полсилы прошел, примерился. То есть, вот такую точечку себе поставил. Думаю, Сергей нацелен на право-боковой. Есть такое ощущение. Ну, тут еще надо не получить. Это не так просто. Орловский быстрый. Ну, вот здесь сейчас вопрос, насколько хватит и функциональной готовности, и насколько у Сергея все хорошо, насколько он. Потому что удар тоже пропускает. Удары в разрез, может быть, не столь сокрушающие, но они по ним попадают. Попадает по ним много. Да, рано или поздно количество перейдет таки в качество. Сейчас клинч. Работа по корпусу. Работа по корпусу, ну, тут тоже. Неужели настолько хорошо уверен в мышечном каркасе? Андрей, что так спокойно открывает ребра? Видимо, да. Хотя высокий удар это... Ну, да, не пряник. Сейчас инициатива явно на стороне Андрея. Он более активен. Более техничен, на мой взгляд, быстрее. Такое ощущение, что Сергей как будто еще немножко не проснулся. Хотя вот сейчас просыпается. Ага, попал. Да, значит, все-таки выжидал Сергей. Ну, посмотрим. В общем-то, несколько пока попавших... Ой-ой-ой-ой. Раз попал. Два попал. Сейчас будет апперкотом поднимать. Еще один. Все. Вот ну. Сейчас будет добивание. Домала чуть будет. Раз. Все-все-все-все-все. Удор. Убийство будет. Браво, Сергей. Ну, в своих ожиданиях, дорогие друзья, мы не обманулись. Это действительно обмен ударами. Действительно очень жесткое противостояние. И, честно говоря, сердце так немножечко зашлось, поскольку, ну, большое количество ударов на себя Сергей принял. Попадал по нему Орловский много, попадал по нему тяжело. И, ну, знаете, оно так могло случиться по-разному сейчас. Выражение лиц вот этих вот ребят вполне себе красноречивое. Потому что есть мнение, что, возможно, следующий окажусь там я. И бить он вот так уже будет по мне. Ну, что, этих-то в порядке? На мой взгляд, судья чуть-чуть... Да, пораньше можно было остановить. Надо было раньше. Останно там выключился, руки вдоль туловища, судья молчит. Судья молчит, надо бить. Мне там из каких-то соображений того, что противника надо вколотить уже вот этот восьмиугольник. Нет. Ну, потому что, если судья не остановит схватку, то она не закончена фактически. Ты можешь жалеть оппоненту сколько угодно и относиться к нему хорошо. Это сейчас уже сброс адреналина идет. Ну, можно с полным правом сказать, что Сергей Харитонов вернулся. Это как раз тот случай, когда можно говорить о возвращении бойца в ринг. Поскольку давно он не дрался на таком серьезном уровне, и давно мы не видели таких ярких боев от Сергея. Самые яркие, конечно, бои были в прошлом, в Прайде. Вот теперь Сергей вернулся, показал великолепный бой. Ну, вот обратите внимание. Вот сейчас раз, сбросил ноги. Вот первый добивающий. Все. Вот все. Вот уже надо останавливать. Да, левый крюк. Ну, вот сейчас давайте смотреть повтор. Перкот. Вот он. Бам, правый боковой. Сбил. Но это уже скорее следствие, чем причина. Да. Раньше был удар. А это все, ну, тут, конечно. Вот он я. Вот он. Вот он. Вот он Сергей Харитонов. Класс, но молодец. Поскольку, ну, честно говоря, по тому, как схватку в Орловске началось, я ожидал, что все будет не так просто. По меньшей мере. Да, это наша тактика такая была, Сергей. Да, может быть, вытащить, заставить соперника поработать. И я не зря вот упомянул то, что выбросил он, левый прямой, прицелился. То есть вот он. Вот куда-то сюда. Так как прицел нарисовал, а потом уже начал пробивать. Или вы как раз левым ударом. С левого удара все началось. С левого, в смысле, с удара слева. Да, справа боковому. Вот. А потом, да, потом сокрушающие уже пошли на добивание. Ну, и сейчас все-таки офицерс. С этой стороны. Ну, и первый полуфиналист с удовольствием, дорогие друзья. Мы констатируем то, что это Сергей Харитонов, который идет по страйкфорсу дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.